Слава, здравствуйте. Я понимаю, что ты игру все прошарил, все уже победил, прошел, но давай по новой, все к тебе. Рафт. Мое время, проведенное в игре, уже близится к 200 часам. Потому что в третий раз я делаю видеоролик в рамках вся игра в одном видео. Абсурд. Однако игра наконец релизнулась. И потому в этот раз я постараюсь не упустить ничего. Фишечки, тактики и конечно же мои мысли на фоне полного прохождения с получением всех достижений. Ну или почти всех. Помню как в самом первом своем обзоре я говорил, что достижения за 5000 забросов крюком выполнять нереально и главное бессмысленно. Не думал, что спустя почти 4 года ситуация останется неизменной. Однако по прежнему более цельного, полного и краткого видеоролика по этой игре вы не найдете. Ну что ж, по классике я начал игру с самого начала, дабы отдельно показать стартовый геймплей. В этот раз на хардкоре и в этот раз в паре с Максом. В общем, погнали. Рафт, это наверное последняя игра купленная мной в стиме напрямую через стим. Примерно лет 5 назад. А зачем? Скидки стима не сравнятся с предложением от GGSL. Еще и название такое, будто это мой личный магазинчик. Вы только вдумайтесь в эти цифры. Аккаунт с римворлдом с двумя DLC можно урвать всего за 100 рублей. В стиме в 5 раз дороже. Тот же рафт можно приобрести за 250 рублей и спокойно играть со своими друзьями, когда в стиме он стоит 400. Всегда можно глянуть отзывы и самим убедиться в надежности. Даже если возникнут трудности, техподдержка оперативно поможет вам получить ваш товар. Это не говоря уже о невозможности покупки чего-либо в стим в принципе, в современное время. На GGSL можно купить и ключик от игры. Именно так я и покупаю игры последние 5 лет. Так что и вам советую. Все ссылки будут в описании. Без каких-либо разъяснений. Игра выкидывает вас в открытое море. В инвентаре лежит крюк, а под вами небольшой кусочек плота и крайне голодная акула. Игрой подразумевается вылавливание хлама из моря. Однако я люблю на старте немного поплавать. Как минимум за бочками. Тем более из-за коопного бага мой крюк стал слишком вялым. Ну а здоровье со временем восстановится. Из вылавливаемого хлама вы можете создавать инструменты и расширять свой плот, который активно будет подъедать акула. Кроме неё, на вас также давит голод и жажда. Так что расслабиться не получится. Не устану повторять, что игровой баланс заточен по игру на двоих. Уже говорил про голод и жажду, которые являются проблемой как раз только при игре в кампании. Ну а в противовес этому усложнению, только в кампании, на хардкоре, у вас есть возможность возродиться. Для этого другой игрок должен положить ваш труп на кровать. В соло игре же, без хардкора, при смерти вы теряете свой лут. Ночью у нас наконец застал голод. Тут без удочки не обойтись. И конечно же, я сразу же вылавливаю кота, качающего лапой. Для справочки, в своём основном прохождении я до сих пор его не выловил и спустя пару сотен дней. С постройкой исследовательского стола нам начинают открываться и новые крафты. Однако основной буст развития находится на островах. Необходимые инструменты для лутания острова это парус, временный якорь и наживка для акулы. Однако нам удалось припарковаться при помощи весла, сэкономили якорь. Притом и акула почти мертва, так что сэкономили и на наживке. Очень хороший старт. Зачастую островные ресурсы приходится добывать гораздо дольше. Наверху еда и древесина, а под водой целая кладезь разнообразных ресурсов. Сейчас нас больше всего интересует песок, глина и руда. Ну а если хотите залутаться по полной, то акулу конечно же собирать не стоит. Или вовсе не трогайте ее труп, или соберите, но не полностью. Тогда она долгое время не появится повторно. Избавиться от нее навсегда невозможно. Особо актуальная фишка для соло игры. В две руки, в целом, и без этой фишки успеваешь залутать все что нужно. Опять меня не найдешь сейчас. Вижу, вижу. Ооо, господи. Ты успел. На последней секунде, да, да, да. Так, я под столом кирпичи наложил. Из песка и глины крафтим кирпичи, ставим их сушиться и отправляемся дальше, пока не закончились ресурсы и провизия. В рафт вся игра построена на постоянном движении, и к этому очень быстро привыкаешь, бегая от одной микрозадачи к другой, в перерывах вылавливая хлам или рыбу. Второй остров, на котором опять же получилось припарковаться. Игрой подразумевается, что акула должна клюнуть на наживку, и пока она ее ест, вы лутаете остров. Но никто не мешает воспользоваться наживкой, чтобы вновь убить акулу. А когда придет новая, она отправится догрызать то, что осталось. Да и еда на данном этапе отнюдь не лишняя. После всего этого докрафчиваем кирпичи, ставим средние грядки, в малых практически нет смысла, и строим плавильную печь. Это как раз тот источник ресурсов, к которому мы так стремились. В печи можно переплавлять руды, водоросли, песок и высушивать порох. Получив новые ресурсы, в первую очередь создаем сундуки и большую грядку для деревьев. Поначалу древесины нужно нереально огромное количество, так что точно не переборщите, поставив сразу штук 5 таких грядок. Ну а малые грядки по прежнему бесполезны, только лишняя морока постоянно выращивать и жарить картоху. Одной грядки будет достаточно, в большей степени на будущее. Ну и раз такое дело, расскажу лайфхак. Растения в грядках растут даже внутри помещений, однако там их не могут достать птицы. Так что вы можете создавать огромные плантации, не беспокоясь о их сохранности. Стандартное пугало – хлам, скорее способ фармить птиц. Далее вы неизбежно столкнетесь с очень и очень долгим фармом. Такой игра была большую часть своего существования, и в процессе этого фарма вы точно не раз наткнётесь на гигантские острова с боссом птицей. Эти острова кишат новыми ресурсами. В основном провизии, необходимой для готовки крутых блюд. Но кроме неё, тут есть грязь для создания грядок, животные, которых можно ловить и использовать, кабаны, с которых падает кожа, и взрывоопасные рыбы, с которых падает слизь. Из неё мы делаем порох. Все ресурсные связи и переплетения я пояснять не буду, поймёте в процессе. Ну и с последним обновлением, на этих островах появились рынки, на которых мы наконец сможем обменивать хлам на действительно нужные ресурсы. О них подробнее также поговорим позже. В конце этого длинного и переполненного фармом этапа, мы должны создать радио и три антенны. Радио должно находиться хотя бы на один уровень выше основания, а антенны на том же уровне, что и радиостанция. Теперь мы можем видеть на карте все большие острова и лутать их более целенаправленно. А также можем вводить координаты и таким образом начать проходить сюжетную часть игры. Первые координаты приведут нас к радиовышке, а также ввод координат затриггерит спавн и других подобных металлических островков. Они заменят собой спавн больших островов с птицей. Саму радиовышку лутать повторно не нужно, там практически нет ничего ценного. С последним обновлением, именно тут можно найти чертеж устройства для переработки. Но, если вы уже посещали вышку ранее, этот чертеж должен был добавиться вам автоматически. Единственное зачем сюда можно вернуться, так это новый скин персонажа, Тала. Как по мне, раньше и море было спокойнее и небо ярче. Было прикольно постоянно гнаться за следами других выживших и при этом никого не находить. Или же, судя по тексту, мы принимаем её к себе на борт. Соответственно, было бы прикольно видеть её на борту и как-то с ней взаимодействовать. Кривоватенько в общем сделали. Следующие координаты приведут нас на круизный лайнер. Более подробное его прохождение вы можете посмотреть в предыдущих видосах. Тут никаких изменений не было и координаты лайнера не триггерят никаких новых островов. Лутать повторно лайнер, также смысла не вижу. Разве что ради достижения за убийство 50 крыс, коих здесь много. На лайнере мы получаем чертёж рулевого управления и двигателей. И только когда их построим, сможем отправиться дальше. Так как до следующего острова можно доплыть лишь против течения. Тут мне многие предъявляли, мол, зачем тебе 6 движков, это же так неэкономично. Да, мой плод действительно настолько огромен и состоит из более чем 500 блоков. Так что мне нужно 6 движков, чтобы они работали. Их количество, как и количество парусов, на скорость действительно не влияет. Медвежий остров. Когда-то принесший мне немало боли. Остров реально огромен. Тут легко заблудиться и умереть от голода или жажды. Координаты триггерят появление более мелких подобных островков. Новый враг – медведь. Новое дерево – береза. Новый ресурс – соты и пчелы. В центре острова есть мамаша медведей, которую очень долго, но все же можно убить. Советую взять с собой 2 лука и 2 стака стрел для этих целей. При повторном посещении острова, если вы убили маму в прошлый раз, она появится, но сразу в виде трупа. Хотя повторно здесь лутаться я не советую. Только ради фарма пчел и получения достижения за 10 ульев. Также тут очень много кладов, имеется один из игровых персонажей, ну и конечно же рецепты очистителя биотоплива, ульев и мачете. Следующие координаты откроют для нас спавн пустынных островов со свиньями. На этих островах также есть пчелы, а вот новых ресурсов не завезли. Квестовый же остров является первым, на который есть смысл заплывать по множеству раз. Во-первых птица, которая альбинос, но идет в зачет достижения за убийство 50 птиц. Во-вторых огромное количество провизии, хлама и руды разбросанных по острову. Ну а в-третьих подводная часть, где очень удобно фармить взрывоопасных рыб. И для ресурсов, и для достижения. Придя сюда повторно, я еще и обнаружил самого редкого петушка. Сам по себе мне он не нужен, но в коллекцию пригодится. В игре всего 3 вида животных и 3 вариации каждого из видов. Достижения дают за отлов всего лишь одного из самых редких. Но перфекционизм говорит мне что нужно выловить всех трех. Собрать коллекцию. Попутно выполню достижения и за отлов 50 зверьков в целом. Ну а возвращаясь к острову, тут мы находим чертеж зиплайна, фейерверков, рычага управления мотором, зарядное устройство для батареек и металлоискатель. Последнее, это действительно интересная штука, в которой кроется много секретиков. В прошлом видео я пытался найти клад без использования металлоискателя. Тогда у меня этого не получилось. Я протыкал лопатой весь остров. Но тогда эксперимент был не совсем честным. Ведь я тыкал лопатой по разным точкам, а механика клада немного другая. Ты должен находиться на определенной точке, а куда тыкаешь лопатой не важно. Очень тупая реализация, но это и не удивительно. Не устану повторять, что игра в мелочах ужасна. Тащит только за счет концепции. Собственно, потому и играем. Финальная арка предыдущего патча, Тангора. Лучший остров для повторного посещения. В подвалах Тангоры растут бананы и клубника. Раньше хлам, а сейчас эти ресурсы нужны на многие блюда и фармятся только тут. В этом же подвале есть и секретная комната, но до нее далековато добираться. Ну а наверху я советую лутать только одно финальное здание. Нажимая на секретную кнопку, опускаемся вниз к комнате наблюдения. Лутаем тут ящики и направляемся вверх. Наверху, у бара, лежит сразу 5 монет в одном месте. А пройдя чуть дальше, можно спрыгнуть за еще одним большим ящиком. Временные затраты минимальны. А при этом нужных ресурсов маленький вагончик. С последним обновлением в капсуле появится еще и один игровой персонаж. Ну а при первом прохождении, на тангоре вы найдете рецепты шкафа, водопроводных труб, опреснителя и баков для воды. Такой игра была до последнего обновления. Точнее даже до долгожданного релиза. И вот мы наконец подобрались к крафту нового поколения. Все станки построены, шкафы переполнены ресурсами и можно продолжать наше приключение. В первую очередь я создал соковыжималку. Аналогичная с котелком штука. Создает соки, пополняющие жажду выше максимума. Но, в отличии от котелка, работает на батарейках. Далее, пока мы плывем к новым сюжетным координатам, поставил и пресс. Ура! Наконец-таки мы сможем тонны своего бесполезного хлама перерабатывать во что-то нужное. Я уже заглядывал одним глазком в магазин и видел там в продаже и титан, и железную руду, наряду с другими товарами. Раньше идея покрыть весь плод железом была очень нереалистичная, а теперь это вполне реально выполнить. Я напомню, что плод у меня из 500 с лишним блоков. Столько железа и понадобится. В теории вы можете поставить кучу сетей, прессовать этот хлам и после менять на любые необходимые вам ресурсы. На практике же, поговорим об этом чуть позже, когда доберемся до прокачанного торговца. Ну а сейчас мы наконец приплыли к затопленному небоскребу. Первым делом я решил облутать верхушку. Ни ресурсов, ни записок тут никаких не было. Пару крыс и куча мусора. На кране трос к соседнему зданию, на котором также ничего нет. Видимо нужно запустить кран и сбросить туда кучу мусора. А с обратной стороны крана чертеж электродвигателя и записка. Люди ко мне заглядывают, но надолго не задерживаются. Почему? Наверное потому, что я краду их жалкие пожитки. Сегодня был какой-то мужчина с мальчиком, Рубин и Детто. Попали в шторм, им нужно было пополнить припасы. По итогу они пополнили мои. Я стырил у них набор инструментов, пока они спали. Примитивные, конечно. Зато рабочие. Утром они так взбесились, что сразу свалили. Забавно. Вчера приплыл псих, который разговаривал с куклами. Их споры меня изрядно позабавили. Пожалуй, мне тоже не хватает общения. Мужик забрался на самый верх. Он звал по радио какую-то Астрид. Безуспешно, как мне показалось. Неловко признаться, но я... Спер одну из его кукол. Ее зовут Миранда. Этот кукловод уплыл час назад. А до этого весь день истерил. Странный народ пошел. Наверху больше ничего нет. Нужен ключ. А значит, пора опускаться под воду. Куча развалин. Рыбы, водоросли, разбитые стены и окна. И вновь огромные и абсолютно пустые пространства. Места с лутом помечены буквой G. Отличительный знак местного воришки. Два прохода закрыты медузами. Есть пару дверей запертых изнутри. И одна для которой нужен ключ от склада. Больше тут буквально ничего нет. По ущербности, это место напомнило мне медвежий остров. И даже хуже. Ведь тут нужно следить еще и за воздухом. И за состоянием ласт и баллона. Один раз умер, потеряв две трети ресурсов. Раньше терялось все. Сделали смерть менее обидной. Затем решил обмануть игру, спрыгнув с крана на кучу мусора. Я думал, что в этой куче может быть спрятан ключ. Дно уже все прочесал вдоль и поперек. По итогу застрял и ничего не нашел. В процессе этой медленной и мучительной смерти попытался скинуть все ресурсы в воду. И у меня это даже получилось. Лайфхак все еще рабочий. После я вновь погрузился под воду. И обратил внимание на прожектора, которые по всей видимости как-то влияют на медуз. Один из них нужно починить. И не сочтите меня тупым. Просто посмотрите на эту дичь. Мне ничего не мешало. Я спокойно должен был проплыть мимо медуз. Но игра просто меня туда не пускала. Раз не пускает, значит еще рано туда отправляться. Моя логика тверда. Еще с часок поизучал местную флору. Подкормил собой фауну. И лишь пребывая в полнейшем отчаянии, попробовал проплыть мимо медуз во второй раз. Как всегда, это была очередная кривая реализация. Медузы не имеют никакого хитбокса. А когда они начинают плыть, проход тупо закрывается невидимой стеной. В Арунипойнт много дырек. Легко передвигаться незаметно. Сегодня я стащил молоток. Вчера залез в заначку бригадира за сушеным мясом. Хотя, красть еду не так приятно. Она ведь рано или поздно портится. Часы, которые я спер у того горластого бурельщика, гораздо интереснее. Сегодня вечером я подыщу добычу покрупнее. Внутри здания кишит удильщиками. Двоечка разрабам по биологии и пятерик за контент. Уворачиваться нереально. По крайней мере без ласт. А в качестве добычи, по сути, бесконечный фонарик. Светит слабо, но это первый, действительно полезный головной убор из убитых животных. Естественно, внутри был лут. На потолке тайник граббера. И повсюду разбросаны детали для прожектора. И на нижнем, и на верхнем этаже. Всего нашел 5 штук, когда нужно лишь 4. Не знаю зачем, но пускай так. Утром я слышал, как обо мне говорили. Они называют меня щипач. Мне даже нравится. Я перенес свой тайник. Теперь он выше, на новом этаже. Прямо у них под носом. Бригадир жаловался, мол, нет камер. Как будто они бы мне помешали. Меня не поймают, даже если у стен будут глаза. Мое мастерство бесподобно. Чиним прожектор, и свет от него распугивает всех медуз. Теперь можем проплыть дальше, к следующим тайникам. Хоть и с трудом, но справляюсь даже без ласты баллона. Мы больше не работаем на новых этажах. Все боятся щипача. Ходят разговоры о том, чтобы уплыть, пока вода не поднялась еще выше. Уплыть на другой проект, захваченный рафтерами. Они называют его утопия. Моя утопия прямо здесь. Я уже начал укреплять башню. Пока я жив, никто не отнимет мое сокровище. Никто не заберется ко мне в гнездо. Да, мужик, не парься. Твое гнездо защищено Конституцией РФ. А путь к гнезду оказался не таким уж и трудным. Да, внутри куча кольев и ловушек. Чтоб не проседать по здоровью, лучше брать с собой смазку. Но я справился и без смазки, и без защиты. Зашел как к себе в дом и забрал ключ от склада. Я бы уже начал скучать, но в последнее время хранилище занимает все мои мысли. Вода отняла его у меня. Надо было действовать быстрее. Теперь появилась помеха. Затея рискованная, но, возможно, оно того стоит. Не могу перестать думать об этом. Всего одна акула. Неужели я не справлюсь? Обратно возвращаться не придется. Мы выходим из ранее закрытой двери и сразу же плывем к двери склада. За то время, что я тут плавал, успел изучить каждый закуток. На складе складом особо и не пахнет. Лабиринт наполненный рыбами. Благо, кроме головы, с них падает и слизь. Она у меня как раз закончилась, из-за чего я и плаваю сейчас без ласт. Ну а склад, уф, срань господня, оказался не таким уж и простым. Огромный босс акула. Раньше я птицу называл мини-боссом, но по сравнению с этим, птица, конечно же, обычный, даже вполне себе мирный мобик. Первая мысль, это естественно попытаться убить его по классике. Изучить атаки и уворачиваясь расстрелять из лука. Но нет, этой акуле никакой урон не страшен. Вторая мысль, пробить шкуру взрывом бочки с топливом. Акула таранит меня, попадает в бочку, взрыв, победа. Без ласт сражаться просто невыносимо. Потому я вернулся домой, чтобы восстановить здоровье и скрафтить последний комплект, за счет сворованных у граббера ресурсов. На месте босс файта есть множество углублений, в которые можно спрятаться и набрать кислорода. Там же можно найти и лечебные мази. Еще минут 10 я безуспешно пытался понять, как сдетонировать бочки. В обычном режиме акула проплывала мимо. Тогда я стал пытаться реализовать ситуацию, в которой акула ударялась бы об стену, возле которой лежала бочка. И наконец, я достиг успеха. Она надломила столб. Возле второго столба я заметил и надпись «Требуется взрывчатку». Эту процедуру я проделал со всеми четырьмя столбами. Хотел обрушить потолок на нее. Ну а как оказалось, это всего лишь путь на этаж повыше. Достаточно разрушить хотя бы один столб. На втором этаже ситуация повторяется. Только теперь необходимо два удара. Ну а еще, у меня стерлись ласты с баллоном. Так что перемещаться стало сложней. Проделал операцию с двумя столбами. Потому что мог. И потому что акула постоянно кидает тебя из стороны в сторону. Без ласт даже просто заплыть в появившуюся дырку целое испытание. Ну и на третьем этаже уже один столб по центру. Из-за такого расположения и отсутствия ласт, направить акулу в столб невероятно сложно. Притом еще и столб коротковат. Обязательно нужно подплывать к потолку, где нет источников воздуха. Тем не менее, победа. Думаю, что граббер сейчас где-то там, в желудке этого гиганта. Далее уже пожимаем плоды своих усилий. Чертеж ветряной турбины и ключ от крана. Выбираемся наружу, запускаем кран и пробиваем грудой обломка в крышу соседнего здания. Это то самое логово воришки с чертежом улучшенных батареек и координатами следующего острова. Поплыли. Пока плывем, естественно стоит опробовать новые технологии. Все станки сейчас работают от электричества, так что улучшенные батарейки тема нужная. А старые, обычные батареи постепенно буду переводить в металлоискатели. Хотя можно было бы даже их и выкинуть. Медь, из которой они делаются, всегда была достаточно хламовым ресурсом. По сути только на батарейке медь и нужна. Из нового особо больше ничего не строил. Поставил гриль и активно отвлекся на готовку. А на ближайшем острове купил и первые наживки у торговца. Это единственное, что можно купить без монет. Это как раз то, что поможет нам эти монеты заработать. Надеваем наживку и вместо обычной рыбы, начинаем вылавливать совершенно другую. Как бы квестовую. Изначально такая механика мне показалась очень даже прикольной. Я вообще обожаю рыбалку во всех играх как раз за вот этот элемент рандома. Тут же никакого рандома нет. В обычном отлове рыб он был. До сих пор мечтаю выловить кота качающего лапой. Это уже хоть что-то. Ловишь рыбу и попутно получаешь какие-то ништяки. А вот в механике отлова с наживкой нет вообще ничего интересного. Могли бы добавить туда новые предметы декора. Каких-то редких уникальных рыб. Или же сделать так, чтоб в разных биомах вылавливалась бы разная рыба. Это вообще был бы кайф. Ничего этого нету. Рыбы разные, но ничем не отличаются. Их нельзя есть, готовить и даже размещать в рамке. С первого левела наживки вылавливаем рыбу, которая дает монетку и репутацию. Со второго левела репутации дают чуть больше. С третьего левела репутацию не дают, зато дают вместо одной две монетки. Максимально просто, понятно и топорно. Сначала зарабатываем репутацию, а потом уже рыбачим чисто ради монеток. Рыбалка скука, а вот магазин, штука интересная. Поговорим о нем уже чуть позже. Сейчас мы приплыли на ледник. Забавно, что на леднике ты постоянно скатываешься, как подтопленное масло на сковородке. Но, конечно же, это не самая интересная новинка этого острова. Первым делом я обнаружил заброшенную станцию. Никаких ресурсов, все двери закрыты. Нашел вышку с кабелем, нашел где этот кабель можно протягивать. Но кабелей нужно больше чем два. Так что отправился дальше и тут... СНЕГОХОД! Первые средства передвижения в игре. Как же сильно чего-то подобного не хватало на Медвежьем острове. Возле был проход в подвал с каким-то туманом. По всей видимости сюда заходить мне пока рано. Новый враг острова – белые медведи. И по атакам, и по счетчику достижений за убийство аналогичные бурым. Убиваем мишек, собираем кабеля и продолжаем колесить по безжизненному острову. Колесян нашел второй подвал и под покровом ночи увидел вдали атомную электростанцию. Однако первым делом отправился не туда, а обратно к лагерю. Кабеля прокладываем от подстанции к жилым домикам. Первым был спортзал с небольшим количеством лутов. Дальше чья-то спальня. Тут пропустил пару монет под подушкой. Третья комната – вновь спальня, уже для двух человек. И лишь в четвертой комнате, наконец, что-то интересное. Больница с первой запиской. В записках говорится о каких-то незнакомых нам людях. В этот раз уже зачитывать не буду. Судя по сказанному, оригинальных обитателей острова уже давно нет. Те, кто тут выживал, нашли это место по радио. Пару выживших и маленький мальчик. Они не смогли открыть главный зал, который находится в конце цепи проводов. Зато смог я. Внутри были автоматы, работающие за уже знакомые нам круглые монетки. В продаже декор данного острова. Очень много лута вокруг, очень много монеток. Также отличное место для повторного посещения. Кроме ресурсов, подобрал и чертёж улучшенного очистителя биотоплива вместе с паяльной лампой. После отправился к реактору. Очень правильно, что не был тут раньше. Мне как раз нужна была паяльная лампа, чтобы разморозить замок. Кроме замка, тут больше ничего нет. Теперь осталось раздобыть лишь ключ. А поскольку других мест на острове я попросту не знаю. Далее решил попробовать залутать радиоактивные подвалы. Забегаем, быстро осматриваемся, периодически подмазываясь мазью и собираем всё содержимое. Лута здесь нереально много. Видимо всё же это финальный бонус при прохождении. Засмотрелся, вовремя не подмазался и потерял всё награбленное. Прямо как жадный граббер. Самое главное, что чертёж остался. Подобный хлам я коллекционирую, а рядовых ресурсов и так предостаточно. Второй подвал такой же как и первый. Никаких записок, ни ключей, просто тонны лута. Ещё два места, которые стоит посетить, придя на остров повторно. После прохождения острова, отравляющего тумана тут уже не будет. Ну а поколесив по леднику ещё какое-то время, наконец нашёл закуток, в котором ранее не был. Обсерватория. Позже я возвращался в это место за пропущенными записками. И я просто не могу вам не показать очередное доказательство отвратительной реализации игры. Вообще, это скорее прикольно, чем отвратительно. Но игра правда отвратно сделана, без какого-либо плана. О чём говорит тот же найденный ранее очиститель биотоплива, который заменяет сразу и бак для биотоплива, и старый очиститель. И при этом конструкция в сотни раз удобней. Придумывают предметы и механики на ходу. По крайней мере у меня сложилось такое впечатление, за все 5 лет, что я следил за разработкой. Не дойдя до обсерватории и провалившись под землю, проплываем через тоннель и всё равно оказываемся в обсерватории. Внутри собираем лут и записки с рисунками. На стенах фотокарточки созвездий с цифрами. В заметках просто рисунки созвездий. Сейф, телескоп. Числа я люблю. И не такие загадки решал, играя в Салент Хилл. Так что хотя бы тут быстро понял, что к чему. Сколько звезд созвездий, такое число и нужно вводить в код сейфа. Долго лишь искал нужные созвездия. Ну а внутри ключик и чертёж улучшенного якоря. Осталось залутать лишь реактор. В записках уже упоминается очередной оазис для рафтеров. Может хоть там мы наконец обнаружим выживших. Реактор работает. И все помещения кроме главного пульта управления заражены радиацией. Благо тут есть антирадиационные костюмы. Работают они как временный баф. Так что с ними мы навряд ли успеем добраться до подвалов снаружи. Да и смысла нет, мы их уже залутали через мази. На стенах первого помещения цифры с надписями элемента. Есть и компьютеры с названиями элемента и необходимостью эти цифры ввести. Я поначалу даже немного переоценил эту игру, присваивая буквам определенную цифру и ища сложные закономерности. Но нет, все максимально просто. Ищем нужную надпись, вводим в нужный компьютер. В следующей комнате можно передохнуть и набрать лута. Также тут мы находим контрольный стержень, который говорит нам о неосведомленности разработчиков еще и в ядерной энергетике. Чуть дальше встречаем нового врага, мутировавших жучков. Жуки слабые и не только по силе, но и духом. Даже в счетчике достижений не участвуют. Далее забираем второй стержень и абсолютно случайно решаем загадку зеркалами. Это как бы обучающая комната, где зеркала изначально выставлены почти правильно. Дальше чуть сложней, однако что-то покрутил, где-то подвигал и проход открылся. Видеоролик длинный, обсуждать тут особо нечего. По пути, проходя мини квесты, мы читали записки, откуда нам стало ясно, что станцию построили уже после катастрофы, чтобы питать электричеством другие плавучие города, такие как Тангора. Видимо не получилось, говорят что им людей не хватало, а я теперь в одиночку вынужден бегать и решать шарады, что постановить реактор. Возле реактора было очень много жуков, налутали немало мяса, а после отключения сразу же пропала и радиация. Спойлер, пропало и в тех подвалах. Хотя, спойлер к этому уже был ранее, но не суть. В финальной комнате координаты последнего острова, утопии, чертёж улучшенной плавильни и скинчик нового персонажа спящий в криокапсуле. Чтоб не возвращаться сюда ещё раз, ведь я возвращался, осталось упомянуть лишь об одной ненайденной мной секретке на скале, туда можно забраться только с помощью снегохода. Это прикольно, что нововведённую механику как-то использовали, не только для более удобного перемещения по локации. Ну а ещё я пытался затащить на корабль один из снегоходов, не получилось, но попробую в другой раз. Далее, пока плывём, время новых крафтов. Улучшенная зарядка работает от ветра, старая работала от топлива, так что её смело на помойку. Об этом я не говорил, но думаю отчасти логично, что координаты последнего острова триггерят спавн ледниковых островков поменьше. Из интересного тут наверное только снегоходы. Закинуть вновь не получилось, хотя я особо и не старался. Продал выловленную рыбу и закупился свежей наживкой. После я поставил улучшенный очиститель топлива. В старый очиститель мы закидывали мёд и продовольствие, а на выходе получали баночки топлива. Тут же процесс почти такой же, закинуть мёда и продуктов можно гораздо больше, но при этом баночки переносить не нужно. Механизм подключается к трубопроводу и сразу выплёвывает топливо к движкам. Из-за этой конструкции внезапно стали бесполезны баночки с топливом. Которые мы хоть и не обязаны производить, но продолжаем лутать с квестовых локаций и кладов. На следующем острове продал рыбу и тем самым прокачал репутацию ларька до второго уровня. Открылась возможность покупать множество уникальных предметов и полезных ресурсов. Правда прессованного мусора хватило лишь на покупку наживок. В этот раз подогнал плод поближе к берегу, но и сейчас не получилось загнать снегоход на борт. Уже чую, что это невозможно, но попытки естественно не брошу. Спустя примерно полчаса фармёшного геймплея мы наконец доплыли до финального острова. Утопии. Позади осталось множество секретов, однако с сюжеткой хотелось бы разобраться в первую очередь. Первым делом я набрёл на тюрьму, откуда доносились голоса людей, а на входе лежал ключ и записка. Естественно ключ не от камеры, было бы логично, но при этом слишком просто. Остров населяет новый враг, гиена. Крайне неприятный противник. Захватывает вас в пасть своим ударом и постоянно отбегает после. По местной головоломке вам нужно ставить ящики друг на друга, чтобы забраться выше и провести кабель между генераторами. Сразу же нашёл лайфхак, в котором вы можете подбирать и ставить под себя ящики во время прыжка. Очень полезно, так как забираться нужно высоковато, часто перетаскивая эти ящики. Хотя с другой стороны, я не уверен, что это эффективно. Опять же, потому что забираться и спускаться нужно часто, и не всегда у вас будут свободны руки. В общем, обхитрить систему можно, но сложно и не нужно. В этом моменте ты должен подчиняться правилам. Запустив генераторы, энергия начинает подаваться на орошаемые поля. Узнать бы ещё кто и зачем придумал такую странную систему орошения. Логика тут достаточно простая. Сначала выставляем внешний круг так, чтоб вход и выход совпадали. Затем выставляем средний круг, чтоб он совпадал со входом и выходом внешнего, ну а в конце уже центральный. Змейка собрана. В этом месте множество кучек грязи и лопат. Лопаты спавнятся и при повторном посещении. Три или четыре штуки. Ценный предмет. Постоянно трачу их на поиски клада. А вот из кучек грязи выпадают только тараканы наносящие вам урон. Никаких тебе тон грязи или другого лута. Идём дальше, к следующей головоломке. И тут я сразу же замечаю, что во внешнем круге есть сразу два подходящих положения. В первом он был выставлен изначально. Значит, руководствуясь логикой, это ловушка и верен второй вариант. Подбираем. Проходим дальше. По пути трубопровода был запертый дом, записка и гарпун наверху. В большей степени из-за этого дома я и упомянул про лопаты. И внутри, и под домом очень много контейнеров с лутом. Пойдёте по сути за ними, а по пути захватите и лопаты при повторном посещении. Проходим последнее кольцо. Заполняем водой импровизированный бак. Достаем оттуда баллон. Далее пришлось немного потупить до утра. До тех пор, пока я не открыл журнал и не обнаружил карту. Человек, построивший это всё, уже встречался нам ранее. Он был и на предыдущем острове с реактором. Ну, как встречался. Были упоминания о нём в записках. Он закопал у себя в огороде три части шифра. И как раз ровненько, достав последний кусок, у нас ломается лопата. Да, до этого я немало кучек откопал, пытаясь понять, зачем они нужны. С шифром открываем дверь в дом, собираем лут и чертёж большого рюкзака. Нереально полезная вещь, о которой я всё время как-то забывал упомянуть. С ним ваш инвентарь увеличивается по сути в два раза. На данном этапе это жизненно необходимая вещь. А что приятно, рюкзак не пропадает после смерти. Один раз скрафтил и радуешься жизни. После запускаем гарпун, скатываемся по зиплайну, забираем ключ от входа. Искать никакой вход не нужно. Следующий трос для зиплайна сам приведёт нас в нужное место. Заходим в лифт, который знает лишь два этажа. И тут начинается целый каскад из загадок. Первым делом паркур. Пробегаем, пропрыгиваем, проползаем. Всё ради ключика в конце. Дабы не затягивать и без того длиннющий видос, замес опять же с цифрами. Скитрить у меня не получилось. С шестерёнками вверх подняться нельзя. Хотя они явно легче воздуха. До сих пор ощущение, что загадка решалась по-другому. Но я всё же закинул шестерёнки на вторую платформу. Закинул трёшечку сверху, единичку снизу, убрал тройку, закинул двойку, убрал единицу. Всё. Шестерёнки поднялись на нужный уровень. Думал, что понесу их к лифту, но нет. Дальше нас ждёт ещё одна подобная загадка. Вторую шараду я решил почти так же быстро, но забрав шестерёнки, совершенно не понимал куда их нести. Или точнее сказать, они привели меня к началу, но зачем? Я тут уже был, какой в этом смысл? А смысл в том, чтобы погрузить шестерёнку и отправить к лифту. В принципе, это я понял достаточно быстро, как вы видите. Но произошёл определённый брейн лаг из-за того, что я закончил на этом и вернулся к игре лишь спустя время. Я отвёз шестерёнки к лифту и в третий раз вернулся обратно на то же место, не понимая зачем я тут. Да, я сам не знаю как, но пару дней материала у меня тупо выпали. Их будто и не было, так что далее рассказ по памяти с кадрами от Купленова. Надеюсь он на меня за это не обидится. Забавно, что точно так же, как и Купленов, я пытался таскать ящики к лестнице. Думаю, что многие на этом моменте поплыли. По ящикам нужно было забраться чуть выше, к главному злодею. Первый этап боссфайта я прошёл очень быстро за счёт своего лайфхака с ящиками. Даже попытался потыкать ножом волофа. Далее действие получилось чуть печальней. Купленов молодец, он подготовился. А я вот пришёл сюда с кучей лута и практически без оружия. Гиен опять же быстро пропрыгал, используя лайфхак с подбиранием ящиков во время прыжка. А вот дальше... Тут уже остатки ножа сточил об альфу. Затем в ход пошёл лук. И стрелы, в теории, я мог бы даже бесконечно подбирать с ещё живой туши. Но вот прочность лука не вечно. Альфач действительно оказался сильнее меня. Пришлось умереть и убить его лишь со второй попытки. Обычно рафт не так жесток к игрокам и всегда даёт лёгкие выходы из самых сложных ситуаций. Ну а альфа – это продукт работы одного из рафтеров. Точнее экспериментальная сыворотка, которой альфу накормили. Даже его зелёное свечение как бы намекает на связь с реактором на зимнем острове. Блин, это сложно, это очень сложно. Непонятно знаешь что? Непонятно, правильно ли ты вообще что-то делаешь? Купленов отлично описал весь геймдизайн рафта в целом. Повис. Повис. В конце мы получаем рецепты титановых инструментов. Забираем ключ от тюрьмы у Олафа. И, наконец, освобождаем всех рафтеров. Которых зачем-то решили начать называть разведчиками. Кто следил за именами, встретит в конце всех уже ранее знакомых нам персонажей. По чьим следам мы добирались до утопии. Даже интересно, как именно погибнет эта община. По крайней мере гибель от гиен мы сумели предотвратить. А вот Олафа в живых я бы не оставлял. Не нашёл тут и граббера. Зато нашёл кучу провианта и новые декор предметы для кухни. Собственно, второе место, которое стоит посетить. Про грядки можно забыть навсегда. Особо сильно стала ощущаться нехватка манго и кокосов, которые нужны на новые коктейли. Утопия с лихвой покроет данный дефицит. К слову о коктейлях и проблемах. Естественно, всегда нужно куда-то плыть. Так уж устроена эта игра. И после прохождения сюжетки, я как раз отправился за клубникой, которую всю выкинул за ненадобностью в прошлом патче. Вот такой вот я. Рецепты блюд коллекционирую, а клубничку выбросил. С этого момента я и начал своё путешествие по старым островам. Ради лута, о котором говорил сегодня, и ради кадров для видео. По пути естественно не сидел на месте. Опробовал новую плавильню и это просто имба. Сразу три слота для переплавки и работает от электричества. Тут же снизу поставил зарядку и сразу три пресса для хлама. Теперь о прессах. Если кидать древесину, на одну единицу хлама нужно 19 дерева. Листвы и пластика нужно 30. Это самые хламовые и ходовые ресурсы. И казалось бы, их и стоит закидывать, но нет. С тремя прессами получается так, что пока ты закидаешь листву во все три, уже первая единица запрессуется и ты вновь подкидываешь ресурсы. Это действие занимает слишком много времени и места в инвентаре. Другой вариант это скидывать болты, стекло и шестерёнки. У меня этого добра слишком много. В каждодневных крафтах эти ресурсы не нужны. Зато они часто выпадают из различных ящиков с лутом на островах. Но это также из разряда закинуть, чтобы избавиться получив от этого хоть какую-то пользу. Лучший вариант это ламы. Всего лишь две шерсти, это одна единица прессованного мусора. Соберите у себя допустим 5 лам, периодически стригите их и без проблем будете заполнять прессы. Не 30 нажатий как с листвой, а всего 2. Учитывая что хлама на все новинки из магазина нужно около сотни. Не 3000 нажатий, а всего 200. Думаю теперь понятно почему это так важно. В этом моменте ламы у меня вовсе не было. Животные постоянно каким-то гличем проходят сквозь заборчик и теряются на дне океана. До третьего левела я прокачался. И, закупив кучу наживок, пошёл тестить возможности новой рыбалки. Как я уже говорил ранее, ничего интересного. Крутой рандом присутствует только в закопанных кладах. И, рыбача уже без наживки, я наконец выловил котика. Поздравьте меня, каких-то 315 дней понадобилось на это. В этот же день из клада достал и игрушку робота. Также впервые за всё время. Ну а уголком глаз вы могли заметить и прикольные безделушки из ларька. Это игра в крестике нолики и счётчик блоков основания плота. Сейчас меньше 500, так как плот немного подгрызли. Кроме полуполезных декоративных безделушек, в ларьке присутствуют и крайне интересные предметы. Что советовал бы скупать всегда, так это титан, железо и специи. Потому что предложения ограничены четырьмя покупками в одном ларьке. Про первые два пояснять не нужно. А вот различные специи нужны для новых рецептов блюд. Эти рецепты тут же и продаются, а блюда дают новые эффекты. И поскольку чертежи у меня уже не влазили в один сундук, решил очистить его от старых рецептов. Придать изюминку моему жилищу. Красота же. Фляга, полученная из ларька, по сути улучшенная бутылка, вмещает еще больше воды. Не знаю теперь даже зачем добавили коктейли. С такой флягой жажду вы почувствуете не скоро. Декоративная доска, просто доска с текстурой близкой к текстуре плота, но может размещаться под любыми углами. Эта обновка больше для каких-то арт билдеров и прочих любителей строить красиво. А вот прикола улучшенных грядок я вообще не понял. Просто другая текстурка и на один слот больше. И то, в грядке для деревьев, как бы один слот так и остался. Возможно в них все растет чуть быстрее. Зачем? Уже другой вопрос. Большинство думаю спросило бы зачем вообще играть в это после прохождения сюжетки. Я же думаю, что все дело не в скорости роста, а в том, что новые грядки занимают чуть меньше места. Опять же зачем? Непонятно. Еще и при том, что для крафта всего нового нужен титан. Это у меня титана много. Новичку такую крафтить будет накладно. Ну а самая главная имба ларька, это улучшенное пугало. Ура! Наконец мы получили действительно рабочий и не абузерский способ избавиться от чаек. И я даже не стану говорить, что он бесполезен, ведь на таком этапе грядки не нужны. Нет, нужны. Но не для сбора еды, а для пчел и меда. Раньше это было проблемой. Высаживаешь цветочки, чтоб пчелы радовались и добывали мед, но спустя время птицы эти цветы выклевывали подчистую. Теперь такой проблемы нет. Бесконечный, низопарный источник меда. Проверил, все работает. После проверил и новые рецепты блюд и соков. Те, для которых нужны различные приправы. Эти блюда наделяют вас временным бафом. За одновременное владение всеми бафами дают достиженьку. Баф на скорость бега, скорость плавания, меньший расход кислорода и бессмертие. Хотя, последнее под вопросом. Видимо, умер как-то неправильно. Утопление не считается. А ведь раньше, я помню, потел, чтоб получить достижение за глубоководное погружение. Сейчас, со всеми бафами, ластами и прочим, ты может даже и всплыть успеешь, а не как раньше, билет в один конец на дно. И то не факт, что успеешь погрузиться достаточно глубоко, чтоб достижение засчитали. Еще одно достижение можно получить за нахождение вот такого небольшого острова. Он не отмечается на радаре, что сильно усложняет его поиск. Главный лут острова, это шляпа капитана. Есть и второй остров, похожий, но уже с самолетом. Внутри также уникальный головной убор. Шапка пилота. В этот раз не было, но остров с самолетом я находил ранее, в очень старых патчах. За него также дают достиженьку. Попытался загнать к себе и снегоходы. Загрузил сразу даже два. Как только они попадают на плот, встают как вкопанные и никуда не едут. Ну а подняв якорь, ничего необычного в общем-то и не произошло. В любом случае, раз они встают как вкопанные, ими бы не получилось управлять и как-то их использовать. Ну, хотелось бы иметь их на корабле, чисто как трофей. Дополнительный контент. Я возвращался на финальный остров, на утопию, и дозаписывал там мелкие кадрики, минутные, с различными достижениями. Записывал сам остров, рынок, для того, чтобы вставить его в видео, потому что я уже на тот момент обнаружил пропажу записей. И что вы думаете? Эти записи тоже пропали. Тем не менее, 378 день, 467 блоков плота. Это не потому, что мой плот стал меньше, это потому, что я установил кучу сетей. Я пытался выполнить достижения за установку 50 сетей. Там был такой значок, я не вчитывался в само достижение, но, как оказалось, это достижение за отлов сетью 50 зверюшек. Оно у меня до сих пор не выполнено, как и не выполнено достижение за убийство 50 птиц. И на этом вроде бы все. А, ну и крюк. Крюк. Крюк, естественно, я даже не буду пытаться выполнять. Может быть, где-нибудь на стримчике птиц и поубиваю. Но в целом в игре больше нечего делать буквально. Еще хотел обратить внимание ваше на такой забавный моментик. Я покрыл весь свой плот. Ну, не прям полностью весь. Центральные части есть пустые, без брони. Но в целом вокруг все покрыто броней. И есть один такой торчащий кусочек. Прикол в том, что этот кусочек торчит уже очень-очень давно. И акула все равно его не ест. То есть, после покрытия плота броней, она в принципе перестала жрать мой плот. Я изначально боялся покрывать его броней вокруг, потому что раньше бывало такое даже без брони, что акула могла съесть кусочек плота не крайний, а какой-нибудь немножко в центре, рядом с краем. Но такого не происходит. Как я уже сказал, акула в принципе не жрет мой плот. Так что от нее в целом можно обезопаситься и вообще не думать об этом. Хотя восстанавливать плот на данном этапе просто обычный, без брони, это мега легко. Вы видели уже явно вот эти кадры. Тут еще и столько сетей у меня установлено, что ресурсы не кончатся, наверное, никогда. Так, что у меня тут? Тудочки, у меня титана, боже мой, сколько у меня титан. У меня титан стал хламом. Представьте себе, титан это хлам для меня сейчас. Для меня сейчас вообще все, хлам. У меня есть практически все достижения. Все, игра пройдена, дальше уже идти некуда. Да, и самое интересное достижение, это тотем, установка 5 штучек. Я не знаю, почему здесь их 4. По-моему, их должно быть 5 всего. Возможно, 5 штучек потом снимается и дается тебе в виде маски достижения. Вот я, собственно, ее сейчас и напялил. И у тебя тотем цельным предметом становится. Я пытался сделать второй тотем, но на второй тотем, несмотря на то, что я кучу кладов, очень огромное количество кладов откопал, у меня вот такая вот башня из тотемов выставилась, несмотря на тот тотемчик микро. и все равно мне не хватает на второй тотем. Мне не хватает одной детальки. У меня вот одна голова, один тип головы выпал всего лишь один раз. Ну а вы тем временем можете перейти по ссылочке, найти в описании на Twitch, поставить, естественно, лайк этому видео, подписаться на канал. Ну и... Надеюсь, уже точно. До скорых встреч.